Для этого достаточно посмотреть на статистику, как сильно мы, насколько десятков ступенек мы упали с точки зрения образования. Наша система образования была очень сильная. В ней как раз присутствовал тот элемент, который отсутствовал на Западе. Это элемент высокого творческого начала и некий месседж, который всегда в русском образовании был обращен к ученику «Думай! Думай! Второе — твори! Третье — учись критически воспринимать явления и события». ЕГЭ — это, если так по-простому сказать, это тест для азиатов, которые приезжают в Европу. Это адаптационный тест. Вот его предыстория. Он сейчас отменен даже в Булоне, где вот эта булонская система была, собственно, и придумана. Но мы-то не папуасы. Мы не папуасы. Нас не надо адаптировать. Поэтому попытка привить вот этот имплант к нашей национальной почве всегда будет вызывать либо огромное количество творческих изысканий на тему, как, значит, списать или как результаты этого тестирования вывесить в интернете, либо огромных усилий, которые будут затрачиваться на борьбу с этими явлениями. Мне кажется, надо просто отменить ЕГЭ, вернуться к нормальному человеческому, глаза в глаза, режиму взаимоотношений между экзаменующим и экзаменуемым, и спокойно двигаться дальше, вспоминая о ЕГЭ, как о кошмарном сне.